13 методов от секретных агентов о том, как улучшить работу своего мозга Человеческий мозг всегда был предметом пристального изучения. С одной стороны, в этой области было сделано очень много полезных и интересных открытий, а с другой существует множество мифов. Сегодня мы решили разобраться со всеми заблуждениями и предложить вам несколько советов по улучшению работы мозга, которые используют такие суперумные люди, как секретные агенты. Но перед тем, как начать, подпишитесь на наш канал и включите оповещения, чтобы быть в курсе всех наших новинок. Миф номер 13. С помощью рисования не стать гением математики. Если вы всегда думали, что между рисованием и математикой нет ничего общего, то вы ошибались. Рисование активирует оба полушария мозга, что позволяет находить правильное решение быстрее. Исследования показали, что дети гораздо лучше понимают математику и быстрее запоминают информацию, если они прорисовывают новый материал или просто машинально рисуют в тетрадке. Так что, если вам нужно принять важное решение, попробуйте порисовать в течение 10-20 минут, используя неведущую руку. Делайте так каждый день и уже через месяц вы заметите серьезное улучшение в работе вашего мозга. Миф номер 12. Качели только для детей. Если вы в душе так и остались ребенком, у нас для вас отличные новости. Катание на качелях может серьезно улучшить работу вашего мозга. В детстве оно развивало те части нашего мозга, которые ответственны за речь и моторику. Качели, карусели и батут укрепляют вестибулярный аппарат в любом возрасте и улучшают ориентацию в пространстве. И этот факт был доказан самими космонавтами. Так что качайтесь по 15-20 минут 2-3 раза в неделю и не отказывайте себе в удовольствии покататься на каруселях. Это избавит вас от укачивания в транспорте и улучшит координацию при чрезмерном употреблении спиртного. Неплохо, верно? Миф номер 11. Телепатии не существует. Так называемое шестое чувство часто встречается у людей, которым в силу определенных обстоятельств необходимо было развить некоторые органы чувств. Например, слепые люди ощущают пространство вокруг себя посредством обостренных слуха, обоняния и осязания. Мозг эффективно создает своеобразную ментальную карту, основанную на полученной информации. Чтобы активировать эти части своего мозга, попробуйте несколько раз в неделю делать дела по дому с берушами. Еще один вариант – ходить спиной или играть в игру на осязание, что в коробке. Через некоторое время вы заметите, что ваши чувства значительно обострились. Миф номер 10. Шахматы – это лучший спорт для ума. Не поймите меня неправильно, от шахмат мозг получает большую пользу. Но еще лучше ему помогают комплексные физические упражнения. Во время занятий спортом наш организм вырабатывает гормоны, которые отвечают за память, освоение новых навыков и усиление нейронных связей. Участников одного исследования попросили выполнить несколько заданий. Во время перерыва группа А делала растяжку, а группа Б отдыхала. В конечном итоге группа Б показала результаты хуже, чем группа А. Поэтому вывод здесь такой. Не полагайтесь только на шахматы и кроссворды, чтобы улучшить работу своего мозга. Плавание, танцы или йога сделают сильным не только ваше тело, но и ум. Миф номер 9. Молоко полезно для мозга. Хотите верьте, хотите нет, молоко повышает сахар в крови и способствует развитию воспалительных процессов, что не очень хорошо для организма в целом и мозга в частности. Именно поэтому лучше употреблять кисломолочные продукты. Также очень полезны жирная рыба, икра, орехи, фрукты и овощи. Возможно, даже стоит рассмотреть кетогенную низкоуглеводную диету. Но сначала обязательно проконсультируйтесь с врачом. Миф номер 8. Старую собаку не научишь новым трюкам. Эта поговорка – абсолютное заблуждение. А правда в том, что любой навык можно освоить в любом возрасте. Например, несколько хирургов начали брать уроки игры на скрипке после 30, чтобы развить мелкую моторику. А специальные агенты, в свою очередь, играют в компьютерные игры, чтобы улучшить скорость реакции, развить находчивость и выбирать правильный порядок действий на заданиях. Все это означает одно – не бойтесь начинать что-то новое, особенно если вы мечтали об этом с детства. Новые умения открывают новые дороги и не дают мозгу стареть. И не думайте о возрасте – он не помеха. Например, на зимних Олимпийских играх 2018 года участвовал горнолыжник из Мексики, которому было 40 лет, и он стал заниматься этим видом спорта за год до соревнований. Так что, возможно, все – было бы желание. Миф номер 7. Позитивное мышление для молодых и наивных. Оптимисты легче справляются с неудачами и достигают своих целей быстрее. Точка. А пессимизм и постоянная тревога повышают риск сердечного приступа на 29%, а риск возникновения рака на 41%. Именно поэтому психологи рекомендуют практиковать позитивное искажение. Это не так сложно, просто потребуется некоторое время, чтобы перестроить свое мышление. Главное – смотрите на любые ситуации с оптимизмом и находите в них позитивные моменты, и тогда ваша жизнь изменится к лучшему. Миф номер 6. У одних людей есть способности к математике, а у других – нет. Это еще одно заблуждение относительно математики, которое заставило многих людей сдаться после нескольких неудач. Правда заключается в том, что базовое понимание математики является инстинктивным и способствует выживанию. Без шуток. Например, симметрия – это признак зрелого плода. Представление о количестве дает возможность определить, сколько солдат находится в стане противника и так далее. Способности к математике у разных людей могут отличаться, но даже во взрослом возрасте их можно улучшить, что приведет к положительному воздействию на память и творческие способности. Начните с простого – играйте в монополию или эрудит, решайте простые математические задачки и, когда ходите по магазинам, считайте свои расходы в уме. Затем постепенно усложняйте задачи, и через некоторое время математика станет для вас гораздо более понятной. Миф номер пять. Ежедневный кофе улучшает память. Да, кофеин улучшает работу мозга и снижает риск возникновения старческих заболеваний. Но пить кофе каждый день не стоит, иначе у вас могут возникнуть проблемы со сном. Так что вместо кофе попробуйте другую привычку, развивающую интеллект – чтение. Если вы будете читать одну-две книги разных жанров каждую неделю или перечитывать старые, чтобы обновить впечатление, ваш мозг будет получать нужную тренировку, чтобы обработать всю эту информацию. А читать книгу «За чашечкой кофе» – это отличное сочетание для стимуляции мозга. Миф номер четыре. Виртуальные карты и навигаторы развивают ориентации в пространстве. Мы не спорим, эти технологии очень удобны, но на мозг они оказывают строго противоположный эффект. Люди, которые используют GPS-навигаторы в течение долгого времени, могут забыть, где находятся центральные улицы. Именно поэтому лондонские водители такси должны запомнить 25 тысяч улиц наизусть, чтобы сдать экзамен на лицензию таксиста. Знание дорог и умение пользоваться картой стимулируют области мозга, отвечающие за ориентацию в пространстве и поведенческие стратегии. Постарайтесь пользоваться обычной картой вместо навигатора и обращайте внимание на дорожные указатели. Со временем вы научитесь ориентироваться даже в незнакомом городе. Очень полезный навык, не правда ли? Миф номер три. Электрическая стимуляция сжигает мозг. Электрическую стимуляцию мозга испытывают на себе ученые, специальные агенты, спортсмены, игроки и люди, проходящие терапию после травм головного мозга и инсульта. Этот метод лечения улучшает концентрацию, усиливает логические способности, ускоряет реакцию, улучшает вербальную память и воображение. 40% участников исследования после процедуры электрической стимуляции смогли решить логические задачи, которые не получались у них до этого. Если вам интересно, вы можете попробовать эту терапию на себе, но только после консультации с врачом, чтобы избежать неприятных последствий. Никогда не забывайте, что разрешение специалиста необходимо. Миф номер два. Стимуляция центра удовольствия улучшает работу мозга. Гормон допамин вызывает чувство удовольствия, когда вы едите сладкое, пьете алкоголь или влюбляетесь. Он также усиливает работу мозга, но только на очень короткий период времени. И для поддержания продуктивности требуется новая доза. Гормон серотонин, в свою очередь, улучшает мозговую деятельность на более длительный срок. Он вырабатывается, когда мы реализуем свой потенциал, смеемся или занимаемся любимым делом вместе с близкими друзьями. Поэтому лучший способ улучшить работу мозга – это проводить больше времени с друзьями, путешествовать, заводить новые знакомства и делиться позитивными эмоциями с близкими. Все это делает наш ум острее, а жизнь счастливее. Миф номер один. Мозг никогда не устает. Действительно, мозг сам по себе не устает, но ваше психологическое или физическое состояние могут влиять на вашу концентрацию и активность. Последние исследования показали, что мозг работает лучше, когда вы слышите шум волн, чувствуете соленый бриз и теплый песок на коже и видите прекрасные оттенки синего. Именно поэтому около моря мы восстанавливаемся быстрее. Очень полезная солевая терапия, прогулки по лесу или отдых рядом с природными водоемами. И, конечно же, пляж. Какой из этих мифов стал для вас самым неожиданным? Расскажите нам в комментариях! Не забудьте подписаться на наш канал и присоединяйтесь к Эдми! Субтитры создавал DimaTorzok